Привет ребята, на связи с вами Серега. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал и мы дальше продолжаем перестать нашу страничку подписки. Так, начнем это занятие с блока по отзывам. И для начала давайте мы забацаем здесь вот такой вот фон. Так, переходим на наш сайтик, смотрим, что у нас там. Видим, какой у нас сейчас фон здесь некрасивый, да. И поэтому приступаем. Давайте мы пропишем вот этот фон с ноутбуком для тега body. Так, поэтому здесь я просто дописываю bg. Так, url, images и здесь head bg. У нас есть такая картинка. Допишем сразу тут fixed. Так, и отдельным свойством можно прописать background size. Так, cover. То есть, чтобы наша картинка растягивалась. Смотрим, что у нас получается в итоге. Видим, да. Вот здесь, обратите внимание, вот эти блоки, они почему-то не растягиваются на всю ширину экранчика. Скорее всего, это потому, что они находятся внутри блока mid. Поэтому здесь нам надо идти двумя путями. Либо, смотрите, мы этот блок mid, вот он у нас, видите, да. Большой блок mid удаляем, а вместо него добавляем три блока внутрь директа польза и time. По-моему, так. Либо, либо, а, директа польза и резалт, вот сюда. Либо, мы можем нашей статье прописать, например, класс bg white, давайте. Вот у нас есть bg dark и bg dark bg, точнее. Давайте еще white bg напишем. Вот так вот сохранимся. Так, поищем, где там у нас этот dbg идет класс. Вот он. Так, вставим vbg и добавим bg. Так, fff. Сохраняемся. Смотрим, что у нас тут происходит. Видим, да, вот такая штука у нас получилась. Так, ну, и еще, получается, вот эти блоки подвальчика, которые идут около подвала, они тоже покуда без фона. Поэтому давайте мы их просто-напросто скоммуниздим. Так, скоммуниздим мы их. Вот блок mi, блок mo и блок food. получается. Копируем. Так, вставляем их, получается, в наши блоки, где идут вот эти самые белые фоны, паддинги и текст по центру. Так, блок food. Давайте он будет идти у нас последним. .me, .mo. Так, запятая. Сохраняемся. Смотрим. И видим, здесь у нас тоже пошел белый фон. Ну, у подвальчика мы потом это все дело просто-напросто отменим. Так, отлично. 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 теперь давайте разбираться с блоками комментариев. Точнее, отзывов. Так, возвращаемся в наш, так, индекс html. Смотрим, где у нас тут вот рев идет. Вот он. Давайте мы его скопируем и вставим пониже. Так, хотя я покуда не знаю, каким классом будем прописывать, потому что, ну, паддинг в 40 пикселей можно было бы прописать, но у нас тут еще внутри идет пон dbg. Получается, что он у нас съедет. И опять-таки, здесь можно было бы сделать проще. Например, убрать вот этот div с классом dbg, а дописать его вот сюда блоку ref. В принципе, давайте мы так и сделаем. Вот так вот. И отсюда этот div удалим. Вот. Получается, у нас будет следующая картина. Ничего не меняется, видите, но мы уже можем сюда добавить паддинг в 40 пикселей и 0. И у нас будет вот такой идти отступ. Отлично. Так, дальше. Теперь давайте по поводу заголовка. Так, заголовок, заголовок, заголовок ищем. Вот ref h3. Копируем его. И у нас там где-то были уже заголовочки с прописанным шрифтом. Этот заголовок точно такой же, просто другого цвета. Поэтому ставим запятую, точку и ref h3. Так, ну а здесь давайте мы это добавим. Так, ref h3, color, пишем fff. Так, и заодно, если мы посмотрим, то у наш refdesk, у нашего тоже идет белый цвет. Поэтому ставим точку, запятую, вставляем. Точнее, наоборот, запятую точку и вставляем этот класс. Ну и, соответственно, еще у нас ctrl-shift. Так, ctrl-f. Я наберу текст shadow. Мы прописывали в head, поэтому я его копирую. Спускаюсь вниз и вставляю сюда. То есть добавляем также тень. И в итоге у нас получается здесь, видите, белый цвет, тень. Так, ну и давайте еще текст align center допишем, чтобы все нормально было. Все, отлично. Так, теперь работаем над самими нашими блоками. Так, смотрим. Получается, у нас идут блоки в классах. Так, где тут у нас ref-блок? Так, видите, да, вот он. Давайте мы его скопируем. Так, ставим сюда. Так, и здесь напишем сначала float. Так, left. Точка, запятой. И наши блоки, они покуда, наверное, никуда не выстроятся, потому что нам необходимо задать им ширину. И напишем width, ну сколько, давайте 40, даже не знаю сколько, если честно. Ну 47%, думаю, нам хватит. Так, и наши блоки автоматически выстроились. Но нам надо добавить, получается, им отступ с правой стороны. Вот этим, либо этим с левой, чтобы все это отодвинулось. Поэтому давайте мы сделаем так. Где тут у нас идет вот этот ref-блок? Получается первый. Так, какие мы там классные модификаторы добавляли? Я уже не помню. Так. Ну давайте новый выдумаем. Так, получается ref-блок. Вставляем и добавляем margin. Сколько там получается? 47, 47, 6%. Давайте. MR6, margin-right 6. Так, это мы копируем. Идем вот это первый блок, второй, и вставляем сразу третьему. Вот сюда. Ну, извиняюсь. Так. Сохраняемся. И получаем следующую штуку. Так. Вставляем. Вставляем. Так. И тут пишем margin. Получается right 6%. Ой-ой-ой-ой-ой. Процентов, а не 5. Все. И наши блоки, обратите внимание, они автоматически вот так вот растянулись. Ну что ж. Отлично. Двигаемся дальше. Получается, что у нас идет следующее. Это скругление углов. Поэтому давайте мы посмотрим, что там у нас с картинками. Так. Картинкам класса мы не задали. И это прискорбно. Так. 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 Как говорил бородач. Я все время подкалываю на его счет. Поэтому, говорю, прискорбно. Да. Так. Класс. Пишем. Равняется. Так. Ref. И mg. Все. Копируем. Так. Вставляем его сюда. Ну и здесь, что мы можем с вами сделать. Так. Смотрим, как у нас тут идет. Это добавить, конечно же, скругление. Давайте border radius. Так. 10 пикселей, по-моему, там ушло. Ну и тень добавим. Вот эту же самую. Только поменяем свойства. Так. С text shadow на box shadow. И получаем, так, вот такие штучки. Видите, да? Отлично. Так. Теперь. Получается надпись снизу. Она тоже идет беленькой, да? Поэтому возвращаемся назад. Смотрим. Ref. Name. Пишем. Точнее, копируем это дело. И вставляем там, где у нас идут заголовок, описание. Ну и, соответственно, название. Точнее, имя оставившего отзыв. Так. Получаем вот такую штуковину. Отлично. Так. Теперь нам необходимо, получается, разбить вот эти наши блоки тоже на обтекание. То есть, вот эти блоки не состоят из двух тегов. Footer и ethical. Поэтому давайте ref.foot мы скопируем. Так. И здесь добавим float left. Так. А footer, точнее, а ethical с классом ref text мы добавим. Так. Float right. Все. Сохранимся. Только, опять-таки, нам надо продумать насчет ширины. Давайте здесь width напишем, например, 30%. А здесь width пропишем 65%. То есть, 5% мы с вами оставляем на отступ. И получаем уже вот такую штуковину. Видите, да? Так. Ну, наверное, даже за много эти 30%. Давайте мы возьмем здесь 20%. Здесь поставим 75%. И посмотрим, что у нас в итоге. Ну, можно даже чуть побольше. Давайте 25%, а здесь 70%. Сохранимся. Ну, уже получше. Так. Я просто не помню, сколько я здесь использовал. Ну, наверное, даже 30% я тут и использовал. Только здесь у нас текст по центру просто идет. Поэтому давайте мы вернем все назад. А здесь текст align center. Допишем. Так. И у нас, получается, будет идти уже что-то похожее, как здесь. Видите, да? Так. Ну, я не преследую здесь цель сделать все один в один. Это неинтересно. Так. Единственное, что там, где у нас идет rev name. Давайте мы скопируем. Или просто сюда же можно добавить margin 0. Так. Это нам не помешает. Видите, да? То есть, именно вот так вот подстроились. Так. Отлично. И теперь давайте мы также добавим отступ снизу. 0, 0, 0. А снизу добавим вот здесь 10 пикселей, например. Сохраняемся. Смотрим. И видим, да? Чуть-чуть отступа появилось. Вот у абзаца, а у этих снизу отступ. Он, в принципе, у них снизу ничего нет. Поэтому все так нормально выглядит. Так. Ладно. Двигаем дальше. Так. Сейчас нам необходимо наш блок, который идет ref text, залить белым цветом. Так. Так. FFF. Опять-таки, написать получается, что border radius 10 пикселей. Так. Смотрим. Видите, да? Как у нас сейчас все страшно выглядит. Но это мы изменим. Ну, и давайте еще напишем padding в 20 пикселей. И box sizing. Так. Это чтобы padding не влияли на размер. Например, напишем padding box. Точка запятой. Сохраняемся. Так. Наверное, не то прописал. Давайте border box. Вот так вот. Так. Вот. Отлично. Уже все влазит. Ну, что ж. Получается вот такая штукенция. И теперь у наших блоков. Где тут у нас ref блок? Давайте мы margin top поставим сверху в 40 пикселей. Все. И у нас получается вот такая уже идет разрядка. Здесь, как видите, блоки чуть-чуть будут пошире. Поэтому все-таки давайте мы тут сделаем поменьше. Так. 27 процентов. А здесь, наоборот, увеличим до 60. Черт его знает. 27. Так. 68. Сохранимся. И получаем уже блоки чуть пошире. Но все равно как-то уж очень-очень тут места много. Так. Давайте еще кое-что сделаем. Padding сверху, снизу будут 10 пикселей. А по бокам 20. Так. Вот уже получше. Ладно. Так. Теперь. У нас тут идет абзац P. Да. Давайте мы... У него тоже свои просто отступы есть. Так. Поэтому мы ему тоже зададим класс. Так. Равняется REF P. Так и напишем. Так. Раз, два, три, четыре. Отлично. Копируем. Вставляем его сюда пониже. Так. И добавляем margin 0. Все. Так. Вот теперь видите, как у нас все это работает. Можно вернуть назад вот эти 20 со всех сторон. Пускай будет. Теперь на нее уже ничего не влияет. Так. Ну что ж. Видим, что у нас получилось. По-моему, нормально. Так. Отзыв об авторе. Хочу быть первым. Так. Ну, по-моему, мы с этим блоком справились. С этим блоком. Так. Теперь давайте мы перейдем к блоку, который называется Денис Герасимов. Ну, и еще один момент. В принципе, мы можем здесь поставить процента 4, а тут поставить 48 пикселей. Ой, процентов. Так. Сохранимся. И тогда наши блоки станут здесь еще шире. Видите, да? Но как бы уже, ну, что-то не то, как по мне. Так. Давайте мы отменим назад. Да, то есть 6% само то, как по мне. Вот так вот. Так. Ладно. Идем к этому блоку. Получается, это блок обо мне. Так. Вот у нас таки называется Mi. И давайте мы начнем с Mi H3. Так. Скопируем его. Вставим туда, где у нас идут блоки заголовков. Так. Вот он. Так. Ну, давайте, знаете, что тоже с новой строки каждый заведем, чтобы было нагляднее. Просто-напросто. Сохранимся. Так. Теперь у нас тут нормально. И переходим в индекс HTML. И давайте мы сразу вот этой картинке зададим float left. Так, 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 так. Вот здесь. Float left. И margin получается 0. С правой стороны 20 пикселей 0, 0. Так. И наша картинка стала уже здесь. Вот так. Дальше. Точка Mi. Так. Text line ставим left. Все. Чтобы у нас тут все нормально было. Так, что-то у меня перестало срабатывать. Так. Я не понял. Ага. Ага. А, сам заголовок у нас выкобенивается. Для заголовков у нас прописан просто везде класс. По центру. Поэтому сюда ставим запятую. Покуда что-то потом уберем. И тоже прописываем заголовок к левой стороне. Вот так вот получается. Ну, в принципе, здесь, видите, уже даже, можно сказать, все почти готово. Единственное, что здесь у нас получается текст побольше. Поэтому идем сюда. Смотрим. Mi.p. Mi.p, да. Так. Вставляем. Пишем font size 18 пикселей. Так. И давайте margin. Давайте 15 пикселей и 0. Сохранимся. Так. Смотрим, что у нас тут получается. Так. Ну, тут как-то побольше расстояния. Давайте мы сбоку добавим здесь 40 пикселей отступа. Получается, у нас уже отступ нормально идет. А вот... Так. Смотрим. Код. Так. А, 19. Видите, тут даже 19 пикселей. Поэтому давайте поставим 19 пикселей. Опс. Не сюда, а сюда. Вот так вот. Ну вот, уже получше получается. Так. И тут, видите, отступы у нас побольше идут. Тоже по 40 пикселей. Поэтому мы просто-напросто пишем. Вот так вот. 0. 0. Снизу 40 пикселей. И 0. И тогда у нас будет все отлично смотреться. Видите, да? Ну что ж. Замечательно. Теперь двигаемся к следующему блоку. Это вот этот. Вот так. Я не помню, какие размеры я тут выставлял. Поэтому... Так. У меня в подвал, кстати, запихан этот блок. Но ничего страшного. Так. Ширина 38%. А здесь 60%. Ладно. Давайте мы атаки сделаем. Индекс html. Смотрим. Так. 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 Блок mo. И получается mo left. Вот он. Так. Точка mo left. Выставляем width 38%. Процентов. Так. И float left. Так. Дальше вставляем right. Так. Width 60%. И float right. Ну, в принципе, получается у нас... Видите? Вот так уже пошло-поехало. Дальше. Дальше у нас идет заголовок, который мы должны переделать. Поэтому мы идем в индекс html. Так. Где тут наш заголовок? Вот он. Идем в файл стилей. Ищем опять наши заголовки. Запятая. Точка. Вставляем. Так. Сохраняемся. И здесь... И здесь... Где у нас там... Где-то мы уже применяли к заголовку float. Точнее, текст align left. Только я не помню к какому. Вот он тут. Вот так вот. Так. Видите, да? Отлично. Ну, и здесь, получается, сама вот эта кнопка, она тоже должна находиться с левой стороны. Так. Вот здесь этот заголовок мы, кстати, тоже скопируем. Давайте мы вообще его отдельно оформим. Все, мы уже начали заводить. Так. Вставляем его сюда. И здесь добавляем... Что, 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 что? Забыл. А, margin bottom 40 пикселей. Точнее, margin top. Давайте top. Так. Смотрим. Ну, еще не по центру. Не, все-таки тут получается, у нас будет и сверху отступ, и снизу. Поэтому мы по бокам ставим нолик, а сверху давайте пикселей 80 пускай будет. Так. Смотрим, как у нас получается. Не очень удачно. Тут, значит, давайте 60, а здесь давайте 20 пускай влепим. Ну, уже получше. Осталось только эту кнопочку прижать к правой, точнее к левой стороне. Так. Смотрим, что тут у нас. Идет класс pay. Ну, давайте напишем pay. Так. Текст left. Или просто tl давайте. Так. Скопируем. Так. Где тут у нас класс pay идет? Так, вот он pay big, pay link, точка pay tl, текст align left. Все. Опс. Тут же можно без a, ой, без l на конце. Так. Тут давайте я поменяю один дефис. Ну, типа модификатора будет у нас. И видим, что у нас... А, все. Применилось. Отлично. И получается этот блок мы тоже с вами разобрали уже. Так. И у нас остается только подвальчик. Так. Подвальчик. Переходим в наш подвальчик. Смотрим. Здесь у нас тоже идет foot left, foot right. Давайте для начала мы вот этот foot отсюда состреем. Так. Идем в самый низ. И сюда просто-напросто добавим padding вместо 40 пикселей. Давайте 10 пикселей добавим. И нолик. То есть подвал уже будет у нас поменьше. Так. Теперь у нашего подвальчика еще идут здесь надписи слева и справа. Давайте мы с ними тоже поработаем. Так. Foot left. Так. Text line left. Тут идет. Float left. Стоять. Width. Ну давайте 50%. Пускай будет. Так. 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 Ну и в принципе здесь наверное хватит. Похода. Так. Теперь right. Так. Тут в принципе можно все то же самое сюда вставить. Только тут мы меняем left на right. Все. Смотрим. Что у нас получается. Видите. Вот такая штуковина. Теперь давайте посмотрим. У нас тут идут абзацы. Foot P. Видите. Да. Мы их копируем. Так. Вставляем. Сюда. И пишем margin 0. Смотрим. Получаем вот такую же надпись. Видите. Да. Только здесь у подвальчика снизу побольше отступы. Поэтому все таки давайте мы попробуем покуда спрятать. Закомментировать эти отступы. Посмотреть как будут в оригинале смотреться. Так. Ну в принципе видите. То есть отступы тут сохранились 40 пикселей. Поэтому я даже отсюда вот это все поудаляю. Не надо нам. Так. Нормально смотрится. Единственное что здесь у нас размер шрифта поменьше. Смотрим. Так. Код. Здесь у нас не написан размер шрифта к сожалению. А нет. Есть font size 14 пикселей. Ну сюда добавим font size 14 пикселей. Так. Получаем вот такую штуковину. Ну и теперь нам необходимо нашу ссылочку немножко приукрасить. Так. Видим. Вот цвет такой синенький. Так. Можно скопировать сразу в RGB цвете. Либо в hex вставлять. Так. Footlink по-моему. Или foota. Не помню. Сейчас посмотрим. Так. А тут вообще ничего не стоит. Ну давайте класс. Foota. Как я там и прописал. Все. Так. Смотрим. Видим. Да. И тут еще текст decoration underline. Так. И теперь у нас получается вот такая штука. Итак. Ребята. Как видите. Все довольно таки просто. У нас получилось. Все. Можно сказать быстро. Если бы я не тупил тут. Как бородач. Да. Поэтому давайте уже в следующем уроке мы добьем эту страницу до самого-самого. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...